И доброе утро! Та-дам! Доброе утро! 8.30 утра, слушай! День 9. Расписание 7.30 ключ этого океана. 9 завтрак, 10 стихи эфир терраса. Потом будет обед, потом рисование, мандалы. Я очень, кстати, жду, мне интересно. Кто знает про мандалы, расскажите мне в комментариях. А те, кто не знает, но хотят очень оставить негативный комментарий, не надо. Я все равно вам не верю. Так, 18. Идем, а я думаю, идей, идем. Так, какие идеи? Идем в Good Story, у нас будут танцы. Та-дам! Да-да-да, вот именно такие будут. Сейчас Аня грузит вам видео на канал. И я сделала себе выходные. Я была в горах и ничего не выкладывала. Как там? Привет, девочки! Да, она давно стекутся, потому что мои видео начинаются с привет, девочки. Можно я сегодня использую? Да, конечно, использую лайкро. Ты идешь серфировать? Лайкро, да. Я люблю нас для серфа. Привет, девочки. Да, у меня лайкро сразу ассоциируется с чем-то пошлым. А это всего лишь спортивные одежки для серфинга, чтобы не поцарапаться. Так, девочки, кто-то говорил, у меня кто-то, даже много спрашивали по поводу... Чили хаоса. Да. Просто местные говорят, кто когда-либо, откуда ехать, чили хаос. Я слышала, чили, чили, чили. Чили, чили, чили. Сейчас, шумна, 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 шумна. Егоршка, мы уже хотим напить по вкусному. По поводу локации. Спрашивали девчонки у меня по цене. По поводу того, если приехать с детками, сколько это от аэропорта, встретишь ли ты, как это все организовывается? Я с огромнейшим удовольствием помогу, встречу, отвезу, накормлю, встречу. Сезон у нас уже заканчивается к 10 мая. У меня сейчас в ближайшее время планируется йога-сорф-тур. Там будет занятие для деток и для взрослых, если интересно, с 13 до 24 апреля. Можно найти меня в фейсбуке. Ася Черновусилий лично по телефончику в WhatsApp или Vibery, как вам удобно. Я оставлю внизу. Да, да. Ссылка, а все они кремные. Да, с детками можно приехать. У нас есть не на нашем объекте, ну, совершенно рядом, как раз будет история, есть бассейн. Я провожу детскую йогу, детские рисовашки. Так что welcome с детками. Да, у нас есть family room, есть основная большая кровотечка. У нас фотографии тоже могу скинуть, презентацию и маленько провожу. Если у вас есть какие-то вопросы, с удовольствием отвечу на все, пишите, 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 звоните. И по цене. По цене у нас основная политика разная, от 30 до 70 долларов за номер. Если приезжаете на длительные сроки, обязательно сделаю вам очень хорошую скидочку. А если скажете от Танечки, еще скидочку, вообще отлично. Буду рада видеть вас с гостем. Все, все ссылочки вставляю внизу. Сразу ровно, они одни, да? Приключилась в работу. Да. Приключилась. Привет, девочки. Привет, Асечка. Привет, девочки. У нас кружок. Да. Кружок, милая ручка. Между прочим, всегда времена собирались. Женщины, бывшие банки в Украине, а сейчас мы банки, мы будем сейчас пристим андроиды. Нам Машенька будет показывать практически, ясно будет, теоретически нам рассказывать, что это такое и для чего это надо. А мы будем ручками научиться, исполнять. Да, мы сейчас наполнились, наполнились энергией, мы сейчас ее заземли через рукоделие. Рукоделие всегда использовали как тоже один из способов заземления. То есть свою энергию, свои состояния передавали через то, что делали руками. Именно поэтому это всегда считалось, например, у славян оберегами считалось, когда женщина мужчине вышивала мать, мама, сыну, жена, мужу вышивала сорочку. То есть таким образом она через рукоделие, через то, что она делала руками, вкладывала туда те образы, которые она хотела передать для своего любимого мужчины. То есть, например, мама вышивала защиту для сына, то есть она через каждое движение руками, закрепленное ниточками на ткани, она как бы накладывала вот этот образ, она как бы вкладывала в эту ткань. Фактически соединяет таким образом ткань жизни с теми пожеланиями, которые она вкладывала в это действие. И тогда это действительно рубашка, например, для сына, она служила как оберег. Перес палочки мы зададим, есть структуру определенную, есть несколько структур. Маша расскажет, какие, и предложит на выбор одну из тех, которая откликнется. А нитки будут символизировать плетение, то есть соединение этого каркаса. Точно так же, как и у нас, в две природы соединяются дух и тело, мужское и женское. Точно так же в мандале мы сейчас соединим тоже эти две природы. Каркас, структуру и саму ткань жизни. И мы сделаем это своими руками. Каждый из нас сделает каркас, закрепит его. Таким образом мы прокачаем структуру. И затем мы сделаем сейчас мандалу всех стихий. То есть мандалу соединения всех энергий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Едем в Мерису по магазинчикам. Мне надо купить чай, вообще что-нибудь, подарок. Компеты Сибирием здесь местного магазина. Вот, очень вкусные там. И по магазинчикам хотим пройтись, потому что я взяла с тобой очень мало одежды и мне не хватает. Я не думала, что мне будет не хватать. Я не думала, что я возьму так мало. Мы с девчонками слегка потерялись, ну как потерялись, разбрелись по Мерисе. Я купила себе одежду, два сарафана коротеньких таких с шортиками и два, ну такие как брючные сарафаны. Вот, сегодня такое пати завершающее, провожающее. Вот, и мы будем, можно сказать, наряжаться, идти, гулять. Еще девчонок мы договорились встретиться. Получается, где-то там прямо будет большой супермаркет. И будем типа там видеться, встречаться, чтобы не ждать друг друга, пока я мерила, они уже пошли за продуктами. Там фрукты купить. У меня фрукты есть, я вчера покупала, поэтому мне продуктовый магазин не нужен. Ну а шмотки это благое дело. Дай только повод. Местного, тем более, производства. И вообще за недорого. Я же люблю торговаться, поэтому я поторговалась. И мне дали с 7200 спустили до 5500 рупий. Это на наши деньги около, а сколько это? Если 900, это где-то 190 гривен. Около 1000 гривен, наверное. Фух, жарко, я вся мокрая. И я хочу в душ. А у нас сегодня еще рисование. Поэтому я бегу, чтобы не опоздать. Где этот магазин я вообще не знаю. Топаю, топаю. Ладно, встретимся уже на рисовании, если я на него не опоздаю. А так покажу вам сегодняшнюю тусовку. Это гостиница там, где проходило наше обучение серфинга. И в основном там останавливаются серферы. Вот, ну то есть тех, кто занимается серфом. Это друзья Аси. Вот, поэтому нас пригласили. Тук-тук едет. Все. Я не знаю, где этот продуктовый магазин. Я чувствую, что я до Велегамы сейчас дойду к школу. Ладно, закругляюсь. Встречаемся позже. Вот, если мы поставим так, и добавим в какую-то всю эту водичку. Корреспонденты. Вот. Фото, видео. Все корреспонденты. Вот. И теперь в каждой практике мы обращаемся к Богу. Вот сейчас мы... К Отцу Ебесную. И в начале практик всегда нужно попросить благословления. Поэтому я прошу благословления у Бога. Так как все мы родились в христианстве. Нас крестили, наверное. Всех крещеных. Вот. Всем твоим девочкам. Да. Девочки, вам подарок. Вам подарок. Представитель христианства. Эгрегор христианства. Это наше исконное. И мы хотели, не хотели, но нас крестили. Поэтому через эгрегор христианство я сейчас попрошу Бога разрешения. И очень важно именно благословления. Благословления на это действие. Одному Богу. Все молитвы об одном. У нас сегодня очень классный творческий вечер. Это медитация. Но это медитация в рисунке. У меня она получилась вот такая вот. Я понимаю, что выглядит не очень, но мне... Выглядит очень. Очень и очень. Ну, объясню, почему. Потому что сюда я вложила все, я не знаю, свои ощущения. То, что я ощутила здесь, на этом острове. И это мои такие ощущения. Это была моя медитация. Вот так я рисовала, и не думая, что я рисую. Вот мне нравится. Ясно, красиво. Гудстори вот это вот. Тут есть босея. Это кафешка. И вот такие вот бунгало. Двухэтажные, одноэтажные. Место, ну, прикольно. Оно такое для серфингистов. И не только, наверное. Там уже играют наши ребята. Сейчас мы туда пойдем. И хотела вам показать сарафан. Только блючный. Купила сегодня вот то, что я показывала. В местной деревушке. То есть местного производства. Серьги тоже местного производства. В общем, по сути, я нарядилась. В местных магазинах. Помада только с собой. Зава из Киева. И думала, что она мне не пригодится. И оказалось, что пригодилась. Вот. Так что вот такой вот у меня наряд. Сейчас я вам покажу наших ребят. И как в музыку они играют. Потому что это все находится на пляже. У океана. И это так круто. Такое прям ощущение. Вот. Музыка чуть-чуть не такая, какая мне нравится. Но в любом случае у океана все равно приятно. Все. Всем пока, девчонки. До новых видео. До завтра.